итак продолжим остановились ночевать фортуна лотерея в жизни и в кино но не как в кино подогрели сидушку это хорошо и отправляются думаю нам еще ехать достаточно количество фортуна лотерея в жизни и в кино но не как в кино я выехал с москвы выезжал долго навигатор меня вводил водил водил а я-то сам знаю дорогу самую лучшую самую короткую а он одно тут лучше 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 ну ладно это так предыстория предыстория ну и вперед есть такое жевание по флетчеру это такое долгое жевание то есть в принципе это долгое жевание когда вы взяли какой-то кусочек пищи урод и живете 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 его до тех пор пока оно само не проглотится разберем его особенности есть я так скажу определенные физиологические законы которые открывает тот или иной человек ну примерно так скажем что собой представляет долгое жевание начнем просто с акта жевания вот мы берем пищу в рот и начинаем пережевывать что здесь происходит давайте разберем разберем первое это механическая работа зубов то есть вы уже даете челюстям зубам нагрузку которая должна быть в противном случае если нагрузки нету человек использует какую-то пищу такую ну допустим печенюшки взял он их особо не живет в рот и чайком запил они тут размягчились и проглотились размягчились и проглотились нету достаточной нагрузки на жевательный аппарат от этого он потихонечку начинает атрофироваться усыхают тесны и все такое то есть один плюс далее далее вот такое сравнение надо интересно привести чтобы лучше понимали вот когда зародышевая стадия идет питание через плаценту то мы получаем те питательные вещества которые находятся в крови у матери то есть они там смешаны с кровью они вот в самом таком будем говорить тонко измельченном виде и поступая там через плаценту остается только что там всасывать и все питание облегчается по максимуму так сказать питание облегчается по максимуму и вот когда мы с вами живем то долго живем пища смешивается слюной измельчается и заглатывается не кусок который там дальше должен там как-то там расщепляться еще переваривается а она становится чем-то чем-то уже родственной организму потому что там очень много уже слюны одно дело смотрите вы проглотили кусок печенюшки с чаем это все таки среда не организма вода которую надо еще сделать свои пища которую надо также переварить а тут получается что слюна это ваша субстанция плюс пища размельченная и в итоге долгое оживание делает пищу уже на стадии сживания родственные нашим организмом не чужеродные а родственные нашим организмом чем дает большой плюс вот это очень важно понимать это мы уже разобрали второй такой основной механизм и у нас получается что вот такая как бы субстанция наших соков пищеварительных слюны насыщена пищевыми веществами то есть один из таких идеальных идеальных моментов для нашего пищеварения для нашего вообще жизни нашей далее еще чтобы тут необходимо заметить вот любая пища она несет ну какие-то там допустим поцелуи какие-то там вещества чужеродные то есть они там образовались образовались когда люди древние были они там что-то там еле не мытое и этот механизм естественно и у нас существует еще с тех далеких времен то есть если что-то имеется такое чужеродного на пищи то во время долгого жевания слюна обладает защитной реакцией она это все чужеродное там вредно она его инактивирует то есть уже на стадии жевания тоже такой маленький плюсик маленький-маленький плюсик далее это то что некоторые пищевые вещества особенно там такие как крахмалы оказывается у них пищеварение начинается в ротовой полости уже слюной обработка а так как пища у нас в основном крахмалистая мы все едим хлеб мы все едим разного рода булочки и все это норовим естественно с чаем кофе с какими-то напитками все это съесть картошку то очень важно чтобы пищеварение нормальное пищеварение крахмалов началось у нас в ротовой полости потому что если нету обработки в ротовой полости то и последующая обработка там в желудке в желудке они особо не перевариваются так проходит через желудок в тонком кишечнике уже будет затруднено то есть существует технология усвоения питательных веществ таких как прохмалов и это технология усвоения начинается в ротовой полости обработка слюной обработка слюной уже там есть ферменты которые начинают воздействовать на крахмалы подготавливая их для последующей для последующего пищеварения и усвоения это очень большой имеет большое значение в переваривании крахмала если крахмалы недостаточно тут будут переварены а просто-напросто растворены чаем там или еще каким-то там напитком компотом водой и проглочены значит они здесь недостаточно будут вот хорошо дальше переварены усвоены от этого у нас может возникать слизь и и это же вот говорит о том у кого мощность пищеварительной системы она может быть больше меньше и правильным правильным жеванием правильной едой можно можно свою пищеварительную систему даже слабую сделать сильной и сохранить на долгие годы чтобы она хорошо работала у вас качественно переваривала без разного рода выхлопов так далее я не зря вам говорил о том что пища в ротовой полости она проходит первую первую санитарную или как бы сказать обработку от микробов у нас имеются слюнные железы слюнные железы выделяют как раз слюну этот секрет этот секрет насыщен как раз вот лимфоцитами то есть нашими защитниками чтобы до стадии ротовой полости уже подготовить пищу обеззаразить ее то есть дезинфекция пищи начинается у нас в ротовой полости благодаря тщательному жеванию значит лимфатические вернее лимфатические слюнные железы у нас представляют собой орган лимфоидной ткани и вырабатывает далее значит что происходит при продолжительном дыхании мы через дыхание при продолжительном жевании мы через слюнные железы если смотрите мы прожевали и проглотили сколько крови мы прогнали через слюнные железы для того чтобы слюна образовалась и естественно лимфоциты все это защитники да практически ничего мы не прогнали а когда человек сядина живет 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 тем самым он прогоняет через слюнные железы свою кровь в зависимости от того сколько он живет он может прогнать там всю свою кровь может прогнать ее несколько раз в результате что происходит через слюнные железы не просто у нас вырабатывается слюна и пищеварительный фермент а еще происходит очищение крови через слюнные железы помните я вам рассказывал о лимфатической системе вот как раз через слизистые оболочки такие вот там типа ну типа тех же глант типа слюнных желез еще происходит сброс выведение шлаков ненужного то что у нас имеется в крови через эту ткань через через слюнные железы и вот долгое жевание предрасполагает к тому что кровь проходя через слюнные железы очищается существует специальная методика очищения через слюнные железы берется примерно столовая ложка растительного масла там любого растительного масла и и путем долгого такого сосания минут пятнадцать если не больше идет очищение через слюнные железы выделение всего ненужного вратовую полость а масло связывает масло латать не надо и масло становится белым в некоторых случаях даже она там желтым вот становится таким густым и человек все это сплювывает это также очень важный такой механизм физиологический который способствует очищению нашего организма через слюнные железы важно понимать и запускается естественно он долгим жеванием вот примерно мы с вами разобрали то что у нас происходит во рту и теперь пойдем дальше 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 что у нас получается оказывается когда человек начинает жевать то есть важно понимать что вот пищеварительная система она вообще-то запускается запускается смотрите первоначально она запускается от вида пищи мы видим пищу увидел какой-то там съедобный продукт мы уже желаем его там съесть уже у нас органы пищеварения приходят в такую активацию через значит головной мозг все это через дервную систему увидели о захотелось через обоняние уловили запахи у нас еще больше пошло отделение там подготовка как говорил Иван Павлов выделяются запальные пищеварительные соки запальные интересное слово да чтобы запалить пищеварение то есть пищеварение считается огненной функцией и вот этот огонь надо разжечь разжигается он когда мы видим красиво сервированный стол накрытый мы обоняем вот вот запахи пищи и у нас начинает выделяться запальный пищеварительный сок ну и еще когда мы просто разговариваем о пище пищеварительный у нас включается воображение способствует запалке это такие предварительные вот активаторы пищеварительной системы человека но сильнее всего сильнее всего запускает пищеварительную систему это когда пища ложится в ротовую полость включается уже вкусовые рецепторы и начинается жевание то есть здесь еще больше и вот жевание именно жевание способствует тому что по всем этим рефлекторным связям каналам оно активирует работу всей остальной пищеварительной системы особенно там желудка кишечника то есть чем мы дольше живем тем вот эти вот импульсы идущие отсюда передаются на желудок и тем он лучше работает желудок мышечный орган который также сокращается перемешивает пищу там выделяет свои уже пищеварительные соки для того чтобы пища там лучше смачивалась обрабатывалась в желудке и переваривалась и то же самое там далее в тонком кишечнике все это осуществляется и возможно даже и на толстый кишечник влияет чтобы все это проходило вот пищеварение такой акт запускающийся последовательно имеющий свою цепочку действия не просто так а цепочка должна а да последовательная цепочка вот и жевание способствует тому что активирует активирует именно вот перестаньки чем дольше живем есть такая пословица тем дольше живем тем дольше живем видите какая интересная связь была подмечена еще народом и в результате получается что за действие вот эти все физиологические механизмы живания мы уже превращаем это действие в своеобразную лечебную какую-то практику с помощью долгого жевания мы начинаем самоисцеляться наш организм оказывается требует относительно долгого жевания чтобы пища превратилась в субстрат который было дальше удобно переваривать и удобно усваивать это очень важно понимать именно вот это должно сделаться плюс подготовка пищеварительной системы к самому пищеварению у меня был случай на передачу пришла там женщина ну которая больна анорексией они пришли там с мамой попросились чтобы я их там посмотрел что-то там посоветовал ну ну вот начался разговор и она говорит больная где-то примерно 30-летняя женщина ну взрослая по-моему по-моему умеющая ребенка что вот все что я вроде не возьму там не пожую у меня это все вызывает рвотный рефлекс я вот пожую пищу там и проглотить не могу и как только начинается глотание у меня это вызывает рвоту я ей предложил давай на что рвота ну практически на все там на хлеб давай мы с тобой просто-напросто хлеб пожуем мы не будем его глотать мы его просто пожуем да и все возьмем вот немножечко там этого хлеба взяли мы с ней немножечко хлеба и начали жевать и начали жевать жевали 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 остались жевали жевали 80 ух ты нету 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 спасибо жевали 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 все это растворилось потихонечку всосалось и оказалось что глотать то нам и нечего как у меня так и у нее взяли еще кусочек хлеба опять пожевали опять незаметно для себя проглотили я говорю ну вот видите как надо питаться и выходить из такого состояния как анорексия о хорошо все они загорелись ой 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 вот это да вот это вот вот это чудо-юдо и тем не менее уйдя от меня она она это и не стала делать или у нее не стало получаться Якобы так они сказали О, это мама О, у вас, Петрович, сильная энергетика Вот так это А на самом деле Анолексия Это не то, что Случилось С человеком, что он там Что-то там есть не может А у него в голове перемкнуло В голове перемкнуло, что он такой вот Стройный, красивый Когда имеет Мало веса На самом деле Волосы сухие Кожа сухая Ну да, лицо, когда Человек сбросит там вес Взрослого человека Как она так будет выглядеть Гораздо меньше возраста Нежели у него есть Но зато все остальное Все остальное У женщин там, конечно, нарушение Ихних месячных То есть они просто-напросто пропадают Кожа сохнет Проблемы со сном И тут Не столько важно научить Жевать Как я это пытался сделать А важно Важно Вот этот заскок Убрать из сознания Ну вот я вам рассказал О Долгом живании Которое Которое Для нас Преподнес Флетчер Возрастает обмен веществ Тружатся здесь мышцы Как-никак Улучшается Кровообращение Обмен веществ За счет только Долгого оживания Благодарю за просмотр Если вам понравилось видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь на канал Ваше участие развивает канал И способствует его продвижению Вы можете посетить Бесплатно Мою авторскую библиотеку На сайте Малахов ПРО Доброго здоровьица И до новых встреч